Давайте далее переходим к городу Херсон, временно оккупированному Российской Федерацией, с гармошками и под песни Кобзона. В оккупированном Херсоне российские военные решили отпраздновать День России. Гуляния устроили возле памятника Потемкину, а в Новой Каховке задействовали целый Дом культуры. На сцене танцевали народные танцы и демонстрировали триколоры. Уровень поддержки России в Херсоне красноречиво показывает один факт. Это количество желающих получить паспорт с двуглавым орлом. По информации, кстати, самих же российских СМИ, на весь Херсон нашлось только 23 желающих получить российский паспорт. Среди них коллаборант и бывший городской глава Владимир Сальдо. Ну а в оккупированном Бердянске Запорожской области жители города уже как неделю поздравляют с российским государственным праздником, Днем России, который отмечается 12 июня. В городе уже появились тематические билборды, которые опубликовала Радио Свобода. Местные жители рассказывают, что это не первый праздник, который аквационные власти города навязывают горожанам. В частности, среди таких День русского языка и рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, такие действия в очередной раз не сходятся с заявлениями Кремля о том, что Украину Россия якобы не собирается захватывать. И хотелось бы сказать, как мир реагирует на все, что происходит сегодня в Украине. Всемирные антивоенные акции проходят сегодня в 32 странах и 67 городах, среди которых Тбилиси, Рига, Берлин, Стамбул, Женева и другие. По всему миру россияне выходят на площади за свободу слова в родной стране и, конечно же, за мир в Украине. Акции решили проводить именно в День России, потому что изначально в 90-х, 12 июня, был днем принятия декларации о суверенитете и преодолении наследия СССР. Тогда люди выступали против возвращения советских явлений, цензуры, репрессий, военного вторжения в независимые страны. Ну а вчера активисты также вышли на митинг к посольству России в США, где провели торжественные мероприятия, требовали не отмечать очередную годовщину принятия суверенитета, поскольку сама Россия не соблюдает сейчас суверенитет других стран и развязала войну против Украины. О том, каким образом в Кремле пытаются ее оправдать, трактуя историю на свой лад и о выводах, которые следуют из этого сделать для европейских демократий, далее в нашем материале. Владимир Путин фактически признал, что целью российской агрессии против Украины является захват и аннексия ее территории, а не так называемая деноцификация, как он говорил ранее. Об этом свидетельствует его заявление, сделанное на этой неделе на встрече с предпринимателями, утверждает эксперты-международники. Президент России провел очередной исторический экскурс, сравнив себя с Петром Первым. Он рассказал, что этот российский император не отторгал территории Швеции во время Северной войны, а якобы возвращал их и укреплял. Это же, по словам Путина, сейчас делает в Кремле. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из-за того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Все эти исторические, а исторические аналогии очень любит Путин. Напомню, год назад он написал псевдоисторическую статью о единстве украинцев и россиян, в которой фактически отказывал украинскому народу в праве на существовании свою историю. Теперь у него какие-то псевдоисторические аллюзии к Петру Первому. Путин пытается использовать историю инструментально. Все эти аллюзии прикрывают обычные желания отхватить себе как можно больше территорий за счет Украины. Какие именно территории имеет в виду под словами о якобы возвращении, Путин не уточнил. Но на днях представители российских оккупационных администраций заявили о подготовке в Херсоне и Запорожской области референдумов о вхождении в состав России. Международники уверены, в Кремле решили таким образом аннексировать Украину по частям военным путем, потому что увидели, что политическим это сделать не получается. Политическим путем Путин мог идти еще в 2004 году перед Оранжевой революцией, когда были первые значительные предвыборные фальсификации в пользу президента Януковича, которые не удались и очень разочаровали Путина. Мы можем говорить о политических попытках опять-таки в 2013, когда Путин давлением пытался остановить европейскую интеграцию Украины. Но с 2013-14 годов это уже военные действия. Путин – самоучка, который пишет собственную версию истории, утверждает Фиона Хилл, бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США. Он читал много исторической литературы и убедил себя, что Украина – неотъемлемая часть России. Путин видит себя воплощением российского государства, в некотором смысле продолжением династии царей, которые предшествовали ему в имперском периоде российской истории. Именно поэтому он так терпим к российским апологетам монархии и любит проводить параллели с Петром Первым. Он с удовольствием облачился в одежды истории. Войну против Украины Путин основывает на личных националистических представлениях, отмечает Дэвид Игнатиус, писатель и журналист издания The Washington Post. По его словам, вторжение на чужую территорию глава Кремля оправдывает своей версией того, что называют «российской исключительностью». Это идея о том, что Россия – уникальная евразийская имперская система, исторически раскинувшаяся на двух континентах, которая якобы может играть по собственным правилам. Россия воспринимает это как определенный экзистенциональный путь к возвращению постсоветского пространства и его границ, где ее влияние, особенно политическое, могло бы доминировать над региональной политической жизнью нацией, об этом идет речь. Западу следует вынести уроки из истории и не прибегать к политике умиротворения диктаторов, потому что это путь не к миру, а к еще большей войне. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен, выступая на днях на демократическом саммите в Копенгагене. Мы должны не забывать, что это не новая война, а продолжение и эскалация войны, которая началась в 2014 году. Это происходит потому, что тогда мы не отреагировали достаточно мощно. Мы продолжили покупать российский нефтегаз, мы позволили России провести Олимпиаду и Кубок мира, мы позволили Путину выйти сухим из воды, мы не выучили уроков истории. Сейчас должно быть наказание за беспредел. Но если не будет наказание, тогда также не нужно забывать, что это сигналы будущим поколениям. Это первое. Второе – это сигналы другим странам. И мы видим некоторые тенденции и в других регионах, когда уже свои интересы начинают военным путем также решать. А президент Украины Владимир Зеленский на этом же саммите в Копенгагене призвал страны Запада научиться действовать превентивно. Не просто реагировать, а действовать уже тогда, когда только прозвучали слова об агрессии, когда уже становится понятно, что война может начаться в любой момент. Агрессор должен почувствовать силу демократического мира, силу международного права уже тогда, когда только собирается нарушить существующие базовые нормы. Владимир Зеленский подчеркнул, что демократия должна быть действенной во всех смыслах и призвал европейских лидеров не только говорить, а и действовать, чтобы все военные преступники несли ответственность. Наталья Волошина специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. И с нами на связи Буже Виктория Ивлева, российский фотограф и журналист, обладательница «Золотого ока» World Press Photo за репортаж из Чернобыльского реактора, номинант премии имени Андрея Сахарова, лауреат премии «Свободная пресса Восточной Европы» и человек, которого мы всегда рады приветствовать в нашем эфире. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня прям щеки красные стали от ваших рассказов. Это уже очень хорошо. Значит, разговор будет очень насыщенный и очень информационный. Вот смотрите, объясните, пожалуйста. Вот в целом мы сейчас видим то, что происходит на временно оккупированных территориях. Мы видим, что сейчас вот донесение три колора, донесение российской, так сказать, идентичности на временно оккупированных территориях, оно приоритетно. Не так приоритетно даже восстановить там водопровод в некоторых оккупированных городах, не так приоритетно накормить людей, как просто всем показать, рассказать, что вот мощная Россия, флаг Триколор, Советский Союз и так далее. Почему Российская Федерация выбирает именно такую тактику? И как это, по вашему мнению, воспринимают люди в большинстве своем? Ну, во-первых, я не Российская Федерация, а частное лицо. Поэтому я могу сказать только мое мнение. Это чисто ваше мнение, согласен, Виктория. С точки зрения российско-фашистско-советской логики, все нормально. Мы показываем, что вот это наша территория. Мы поставили свои колышки, огородили ее. Говорим, что мы вас теперь не дадим в обиду бандеровцам. Здесь же бандеровцы живут, как известно стало, благодаря Владимиру Владимировичу. И для нас это главное, показать, что мы никого не дадим в обиду. Хотят люди, чтобы мы их давали в обиду или нет? Вот это абсолютно никого не интересует. Для меня это для самой огромная загадка, скажу вам честно. Я до сих пор не понимаю логики вот в этом выходе мариупольцев только в сторону России. Мне абсолютно это непонятно. Я думаю, что это идет от какого-то еще непонимания вообще бардака какого-то. Каждый старается прогнуться. Каждый старается что-то придумать эдакое, чтобы всех начальников удовлетворить. Мне кажется, вот в это тоже много что упирается. Может быть, я не права, но я вот это так вижу, потому что логически в отправке сотен тысяч людей в свою страну, когда они могут уйти в другую страну, в смысле в Россию, когда они могут уйти в свою, это вообще, по-моему, такого в истории никогда не было. Причем мы же не можем сказать, что это угон в рабство. Это же не угон в рабство. Там их размещают, они нормально там как-то за ними следят, они кормят. Следят не в смысле шпионят, а в смысле, что за ними есть уход, людей там нормально кормят, кто хочет уехать, может уезжать. Но для чего все это? Я понять не могу. Для того, чтобы... Единственное мое объяснение, чтобы показать, кто в доме хозяин. Вот на этой территории хозяин я, и будет так, как я захочу. Виктория, ну кроме того, что вы, как вы говорите, нормально кормят и так далее, люди еще попадают в фильтрационные лагеря, родители разлучаются с детьми. На самом деле происходит очень много страшных вещей, которые влияют на судьбу людей, влияют на психику людей, которые действительно довольно сложно пережить. Поэтому тут вот не только, что мы вот вас забрали и обогреем, на самом деле очень много жестокости происходит, даже при том, что людей якобы вот только в сторону России забирают. То есть это как помощь с разных сторон все равно не выглядит. Вы меня поправьте, пожалуйста. Насколько я понимаю, фильтрационные лагеря находятся все-таки не на территории России, а на территории сепаратистов. Так это или нет? Но вместе с тем людей же через эти фильтрационные лагеря проводят, чтобы решить, кто достоин, а кто недостоин. Я правильно понимаю, да, что фильтрационный лагерь – это безыменная, или безыменское, безыменная, по-моему, да, СИО называется. Оно находится на территории неконтролируемой Украины. Время неконтролируемая, да. Ну, это, конечно, не важно. Не важно, где оно технически находится. Да нет, жестокость, вы знаете, там заключается в другом, я думаю, главная жестокость. Ну, с точки зрения страны, ведущей войны. Но давайте попробуем встать на сторону России, как бы нам это ни было сложно. С точки зрения страны, ведущей войну, не спецоперацию, а войну, конечно, я должен отделить солдат-врага, которые могут внезапно попасть ко мне и каким-то образом пытаться выбраться через меня к себе, да. То есть логика здесь какая-то есть, вот в этих лагерях, в фильтрационных этих, да. Другое дело, что я бы, конечно, никогда так не называла, потому что первое, что приходит в ассоциации с фильтрационным лагерем, это, конечно, концлагерь, даже если там всё совсем по-другому. Но, видимо, мозги устроены так, что всё только вот, как бы, как вам сказать, риторика приходит в голову, и любые слова приходят только связанные с Советским Союзом или с фашизмом. Поэтому это называется фильтрационный лагерь. Хотя можно было это назвать, я не знаю, пункт досмотра, но как-то более психологически. Ну, это так, это общие, конечно, такие глупости, я сейчас говорю. На самом-то деле, я думаю, что там главная проблема связана с тем, что у людей нет никакой информации. Просто ты оказываешься в чужой стране, независимо от того, как ты к ней относишься. Нравится она тебе, нравится ли тебе всё, что эта страна делает в твоей стране, не нравится ли она тебе, ненавидишь ты, но ты оказываешься в чужой стране. И у тебя нет никакой информации о том, что тебе делать, какие твои шаги правильные, какие твои шаги неправильные. Вот нигде нет никакой информации. Что-то тебе сказали там, я не знаю, солдаты, охранники, волонтеры какие-то государственные, а кому-то ничего не сказали. И люди оказываются в результате, там дальше едут в Таганрог, абсолютно потерянные, не очень понимающие, на что они имеют право. Нигде нет никаких ни памяток, ни инструкций, ничего. Вот сейчас, значит, всего примерно в 70 субъектов федерации, то есть 70 регионов Российской Федерации из почти 90, которые существуют, направлены украинцы, отправлены украинцы. И там ни у кого нет никаких памяток, и никто им этих памяток делать не собирается. Что вы можете сделать так-то, хотите вы можете сделать так-то, хотите вы можете уехать, хотите вы можете остаться, хотите вы можете подать на российское гражданство, вовсе нет. Людям приносят какие-то бумаги, просят или предлагают их заполнить, расписаться, а потом выясняется, что это бумага на получение российского гражданства, о котором человек и не собирался получать, и не думал никогда. Я думаю, это лишний раз говорит о абсолютно таком равнодушном, на самом деле, отношении к этим людям и к их страданиям. Потому что мы занимаемся помощью в выезде людей обратно и видим, насколько люди потеряны. Во-первых, от всего, что они пережили. И во-вторых, вы знаете, от самой… Я даже не знаю, как это объяснить. Но не разговаривают в Украине так, как разговаривают в России. Вот в России всё гораздо жёстче. Сам способ разговора с человеком. А как пройти туда-то? А с какой вы целью интересуетесь? Ну ведь так в Украине особо никогда не спрашивают. Как-то всё более человечно, что ли, происходит, когда люди разговаривают с чиновником, который вроде как там находится для того, чтобы сделать что-то для них доброе и как-то им помочь. Я думаю, что от этого полностью сносят крышу. И я бы там, наверное, сошла с ума сейчас. Я, наверное, немножко не отвечаю на ваш вопрос. Для меня правда. Я хотела задать следующий вопрос, который связан с сегодняшним днём, 12 июня, День России. И вот мы уже говорили, рассказывали нашим зрителям, что сегодня россияне в разных странах и в разных городах всё-таки выходят для того, чтобы высказать своё несогласие с тем режимом, который действует сейчас на территории России и с тем, что сегодня происходит в Украине. А вот День России внутри самой России сегодня – это что? Как он проходит? Какие основные месседжи несутся в этот день? Ну, я-то не в России, я в Киеве. И для меня это никогда не было Днём России. Для меня День России – это 21 августа 1991 года. Вот это, я считаю, День России, когда мы вместе вышли против Пуча. Сейчас уже даже вообще это не представить, что мы вместе, с огромными толпами пошли защищать свою страну. Настолько всё ушло в совершенно другую сторону. Что сейчас происходит на Дне России? Ну что, победа бесе очередное происходит. Вот главное, чтобы было бело-красно-синее, чтобы были буквы «З» и «В», чтобы сказать, как ты любишь Россию, как ты ненавидишь всё остальное человечество, как все неправы, а ты всегда прав. Вот эта вот идея, что все неправы. Вот вся планета неправа, вот все там сколько? Девять уже миллиардов. Вот они все неправы, а правы только в 147 миллионов. И никак не приходят к людям понимания, что такого быть не может. Я должна вам сказать вообще, что сам этот праздник никогда таким… Ну просто люди воспринимали его как выходной день. Вот это не было каким-то праздником, как 9 мая, как Новый год. Ну даже когда-то как 7 ноября. Ну день и день выходной. Как-то вот как праздник он в голове не устоялся. Многие даже не знают, почему вдруг выходной. А с вами у вас есть сейчас с кем-то из России? Как сегодня это происходит? Сегодня что-то изменилось вот в 2022 году? Ну что, мы с моими друзьями это не обсуждаем. Мы обсуждаем, как нам купить для Мариупольцев билеты и каким маршрутом их отправить. А что же я буду обсуждать какие-то путинские глупости? Виктория, ну а в целом, скажите, пожалуйста, вот лично ваше мнение, с чем связано такое чрезмерное победобесие в России? Вот создание Дня России, создание из этого дня какого-то праздника, создание вот этих, как вы говорите, букв Z, V, постоянно переодевать детей в это. Чуть ли не каждый уголок вообще Российской Федерации сейчас обклеен этими буквами, постоянно это говорится. Вот говорит ли это вам о том, что информационная составляющая в Российской Федерации, а именно в Кремле, точнее, не в самой Российской Федерации, а в Кремле, она уже не настолько устойчива и не настолько под контролем, что приходится уже, ну прям, насыщать россиян вот этими вот Z-символиками, V-символиками, вот этой всей победобесием и так далее? Мне это говорит прежде всего о том, что Россия не излечилась и, может быть, никогда не излечится от, собственно, комплексов по отношению к Европе, от, как бы, недооценки себя и переоценки Европы. Это первое. Мне это говорит о том, что Россия по-прежнему считает себя мессианской страной и имперской страной. И вот это имперство прёт откуда, продолжает переть откуда только можно. А людей-то, ну что, люди, знаете, я так скажу, когда что-то происходит в стране, какие-то такие невероятные, страшные события, ну куда идёт народ? Народ идёт всё-таки за своим правительством. В Германии народ пошёл за своим правительством. И в других странах тоталитарных народ идёт за своим правительством. Мне их жалко. И я понимаю, что когда они проснутся от этого наркотика телевизионного, то очень им будет тяжело. И отходняк у них будет очень-очень тяжёлый, долгий и сложный. А так, а куда им деваться сейчас, вот тем людям, которые сейчас на экране? Им уже деваться некуда. Они зашли уже в это движение, такой штопор, да, и закручивается он, и ждём, когда они, наконец, упрутся в землю уткнуться. Но сколько ждать, я не знаю. Ничего хорошего не вижу. Виктория, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, что с нами на прямой связи была Виктория Ивлева, российский фотограф и журналист, обладательница «Золотого ока» World Press Photo за репортаж из Чернобыльского реактора и номинант премии имени Андрея Сахарова, лауреат премии «Свободная пресса в Восточной Европе». Продолжение следует...